Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Для Казанского федерального университета выступил известный методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий, выпускной подготовительного факультета в КФУ. Фейсбук показала прототип плоских VR-очков. Для Казанского федерального университета в онлайн-формате выступил известный методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий. Он прочел свою лекцию для преподавателей, научных сотрудников и студентов вуза. Все подробности далее. 3 июля специально для Казанского федерального университета прочел свою лекцию «Действие и деятельность» известный российский ученый, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий. Перед выступлением исследователя ректор КФУ Решат Гафуров рассказал о том, как идет работа проектных групп по осуществлению инициатив, которым был дан старт в январе 2020 года при участии Петра Щедровицкого. В настоящее время у нас определены 12 проектов, каждый из которых важен для университета. И мы именно, когда в очном режиме беседовали, исходили из этого. И направлен на создание некоторого инновационного продукта. Это может быть образовательная программа или отдельный сквозной курс. Это может быть технология организации образовательной или профориентационной работы. Меня сегодня утром проинформировали, что работа над проектами идет практически в еженедельном режиме совместно с группой модераторов, за что большое спасибо. Напомним, что в начале года в КФУ при участии Петра Щедровицкого запустили первый этап реализации инициатив «Прорывные проекты в образовании», направленных на трансформацию образовательной среды университета. Проекты связаны с развитием одаренных детей, разработкой сквозных курсов по различным дисциплинам и организацией сетевого взаимодействия. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ-Ньюс. Лето – время не только для экзаменов, но и для долгожданного выпускного. 6 июля торжественно поздравили выпускников подготовительного факультета Казанского федерального университета. Все подробности смотрите далее. 6 июля в деревне университета торжественно поздравили выпускников подготовительного факультета Казанского федерального университета. В этом году состоялся один из самых крупных выпусков – более 500 иностранных студентов. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией на очное поздравление пригласили 20 лучших выпускников. Мы решили все-таки, чтобы остались добрые воспоминания, особенно у наших лучших выпускников, мы решили провести небольшое мероприятие очное, на свежем воздухе, а здесь в деревне университета с максимальным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, социальной дистанции и мер предосторожности. Но я бы отметил, что и оставшиеся наши слушатели, они не станут себе без внимания. А сегодня вечером, уже ближе к пяти, у нас состоится онлайн мероприятие, где мы тоже со всеми с ними встретимся, уже в Microsoft Teams, и сможем сказать им самые добрые слова. 20 лучших выпускников в течение учебного года активно проявляли себя в различных сферах – культуре, спорте, образовании, становились победителями олимпиад и конкурсов. На торжественной части каждого из них лично поздравил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Теперь буду поступать в Институт международного отношения на факультете инвестики. В этом году было просто замечательно, был очень-очень хороший год для меня, просто для жизни, очень хорошее питье, много друзей я езжал, а наши преподаватели на подготовительном факультете были просто замечательные. По-моему, самый хороший год в жизни. Свидетельство об окончании годичной подготовки все выпускники получат на общем выпускном в онлайн-формате. А пока что 20 лучших выпускников наградили грамотами за отличия в учебе и студенческой жизни, а также подарили книги об истории и культуре Татарстана. Ведь в этом году отмечается столетие с образованием республики. Теплые слова выпускникам передали и преподаватели. Я преподавала биологию, а также у нас на факультете и химия, и математика, история, общество знания. Кроме русского языка, как иностранного, очень много специальных предметов, так как мы готовим наших слушателей не только к обучению именно на русском языке, но и по определенным направлениям, по определенным профилям. Я всегда говорю, что у нас немного даже волшебная работа, она приносит действительно большое удовлетворение, потому что когда они приходят к нам, они не знают даже букв русского алфавита и не могут ни слова сказать по-русски. А когда они заканчивают подготовительный факультет, они с нами разговаривают, они с нами спорят, они доказывают свою точку зрения. И это действительно большая радость и гордость для каждого преподавателя русского языка. Некоторые из них уже успели успешно сдать вступительные экзамены для поступления в Казанский федеральный университет. На сегодняшний день здесь получают знания более 10 тысяч иностранцев, приехавшие с разных уголков земли. Тамара Малканова, Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Музей истории Казанского федерального университета приглашает студентов и преподавателей к расшифровке исторических тенгадет снежного десанта. Цель программы – сделать материалы доступными для широкой публики. Снежный десант – студенческий поисковый отряд Казанского университета. В 2020 году ему исполнилось 52 года. Основная цель отряда – увековечивание памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Его бойцы ищут погибших и пропавших без вести солдат и командиров Красной Армии на местах боев, устанавливают их имена, проводят захоронения с отданием почестей. Во второй половине 60-х годов возникло такое патриотическое движение. Оно сначала носило военно-спортивный характер, а потом постепенно начало видоизменяться и уже становилось патриотическим движением с поисковым интересом. То есть это как бы не просто поход по местам боев, но это также изучение истории. Интересы «Снежного десанта» не ограничиваются поисковой и архивной деятельностью. Его бойцы традиционно вместе занимаются спортом, проводят концерты и делятся результатами своих походов с публикой. В советские годы отряд делал это с помощью стен газет. «Снежный десант» у нас после каждого похода выпускал большие стенные газеты. Там рассказывался подготовительный период похода очередного. Затем сам поход, итоги его, интересные зарисовки. И надо учесть, что у нас много творческих людей было. А «Снежный десант» и поэтому участвовали многие будущие таланты, скажем так, журналисты, например, Марина Юткевича. В 2020 году музей истории КФУ приглашает студентов к расшифровке стен газет «Снежного десанта» 70-80-х годов. Желающие уже сейчас могут присоединиться к работе, заполнив анкету по ссылке. После получения анкет сотрудники музея отправят участникам проекта фрагменты газет по электронной почте. Необходимо будет напечатать и озвучить тексты, содержащиеся в них. Волонтеры будут отмечены дипломами. Камиль Гемоздинов, Универньюз. Погрузиться в безумно красивый мир, созданный с помощью шлема виртуальной реальности, легко. Но так ли легко носить этот шлем? Он представляет из себя большой громоздкий блок. Находиться в нем долгое время сложно. В связи с этим, многие компании ищут способ сделать VR-очки более удобными для потребителя. Компания Facebook – одна из них. Удивительно, что прототип их VR-очков выглядит точно так же, как обычные солнцезащитные. Компания Facebook представила новинку в сфере виртуальной реальности. Прототип VR-очков, но не тех громоздких, которые мы привыкли видеть. Прототип выполнен в формате и размере обычных солнечных очков. Но не все так просто. Компактный форм-фактор несет в себе немало проблем. Во-первых, непонятно, как они будут решать проблему искажения. Почему очки сейчас такие большие? Потому что в них установлены, кроме экранов, еще линзы френели, которые позволяют достичь эффекта глубины, погрузиться в виртуальный мир, обидеть в трехмерное изображение через плоские экраны. Они не используют линзы френели, соответственно, уменьшают форм-фактор очков. Следующий шаг – они используют не экраны, они используют голографию, что тоже несет очень много очевидных инженерных, фундаментальных проблем, которые до сих пор нерешены. Например, голография не позволяет достичь черного цвета. Голография цвета расплывается. Голография плохо передает цвета. Нынешние VR-очки имеют большой размер, и носить их бывает крайне неудобно, так как центр тяжести смещен вперед от лица. Замена современных VR-систем на голографические позволит снизить массу самих очков, а значит, носить их будет куда комфортнее. То, что мы сейчас видим, например, на тех же Microsoft HoloLens, которые используют похожую технологию, голографическую, там маленькая цветность, там нет передачи черного цвета, потому что голография не может черный цвет передать, она передает только естественные цвета. И там есть определенные искажения, потому что всегда пленки идут много наслаиваться, и все равно ты видишь вот эту проблему между ними. Очень интересно, как они это решат, и если они это решат, это будет очень круто. К тому же на этом этапе разработок прототип новых VR-очков может создавать только монохромные изображения. Пока что это ранний прототип, хоть и полностью рабочий. Он нуждается в серьезной и длительной доработке. На это уйдет не один год. VR-технологии активно используются и в Казанском федеральном университете. С 27 мая по 9 июня КФУ проводил шестой международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2020. В последние дни форума несколько экспертов оказались в одной виртуальной комнате при помощи шлема виртуальной реальности. Такой формат проведения был экспериментом, который собираются реализовать в 2021 году. Лилия Талипова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова